Сущность Луны в опьянении. В этом году, 10 мая, отмечается особая полнолуния. Она называется Будда Порнами. Это день, когда Будда Гаутама достиг просветления. Вы знали об этом? В этом году эта полнолуния выпадает на 10 мая. В это полнолуния Будда Гаутама достиг просветления. Его жизнь многогранна. Но самый главный ее аспект в том, что он Будда. Это не его имя. Его имя Гаутама Сидарта, но он Будда. Будда значит, что он вышел за пределы своего ума. Бу значит Будди. Да значит Дада. Будди значит ум. Дада значит тот, кто выше. Тот, кто выше своего ума, называется Будда. Тот, кто внутри своего ума. Это бесконечно страдающий человек. Что-то происходит, он страдает. Ничего не происходит, тоже страдает. Того, кто ниже ума, мы называем Будду. Дурачок. Вы все перепутали. Если вы выше ума, вы Будда. Если ниже — Будду. Если в уме, то постоянно страдаете. И так, как же он этого достиг? Он перепробовал много всего в своей жизни. Он был принцем в одном из небольших княжеств. Когда один йогин предсказал, что он либо станет великим императором, либо великим мудрецом, его отец немного заволновался. Он не хотел, чтобы его сын становился великим мудрецом. Он хотел, чтобы тот стал великим императором. Так что принял решение скрыть его в пределах дворца. Он подумал, что если его сын увидит страдания и нищету, он может стать мудрецом. Поэтому он оградил своего сына от любых страданий и несчастья и окружил всеми благами — лучшая еда, лучшие наряды, лучшие развлечения. Все самое лучшее. Когда тому исполнилось 19 лет, его женили на красивой молодой девушке и держали его во дворце, отделённом от остального мира. В этом дворце он жил, окружённый удовольствиями и не видящий никаких страданий. Однажды он решил прокатиться по городу и попросил возницу отвезти его туда. По дороге, когда они ехали, Гаутама увидел старика. Тот шёл вот так. Гаутама никогда не видел старых людей. Его отец ограждал его от всего подобного. «Что с ним такое?» — спросил он. Возница ответил. «Это просто старый человек». «Как такое произошло?» «Все однажды становятся старыми». Он посмотрел на себя такого молодого. «Что, и я тоже?» «Да, абсолютно все стареют. Люди живут и через какое-то время начинают стареть». Для Гаутамы это стало откровением. «Я стану таким». Потом он увидел больного человека, который лежал на улице. «Тот не мог встать и сильно страдал». Он попросил возницу остановиться. «Что это за человек?» «Что он делает?» «О, он болен, к сожалению». «Что это значит?» «Тело иногда болеет». «Это может произойти с кем угодно». «И со мной, с принцем?» «Это может случиться с любым». «Я тоже могу стать таким». Они поехали дальше. Он был совершенно расстроен всем этим. Но вот они увидели похоронную процессию. Тело мертвого человека. А с ним что случилось? «А, он умер». «Что это значит?» «Это случается со всеми без исключения». Тогда Гаутаму сказал, «Что же я делаю?» «Еда, удовольствие, вся эта ерунда. Что же я делаю с собой?» Он переживал. «Его охватило волнение». Вся его жизнь в один миг пошла прахом. Жизнь принца и дворец, все это распалось в его сознании. И он начал искать ответы. «В чем смысл всего этого?» «Это состарится, может заболеть и в конце концов просто умрет. Во что я вкладываю свою жизнь?» Но к тому времени у него уже был сын. Он посмотрел на свою жену и ребенка, на свою любящую жену и младенца. Он не мог их оставить и страдал от этого. Прошло какое-то время, год или полтора. Когда его сыну исполнилось полтора года, он больше не мог выносить эти страдания. В ночи, как вор, никому ничего не сказав, он покинул дворец навсегда. Он начал свой поиск. «Я хочу узнать правду об этой жизни». Он ходил в разные школы. Было время, когда по всей Индии было основано много разных школ. В какой-то момент их насчитывалось более 1800. Я говорю не просто об ашрамах. 1800 разных направлений. 1800 разновидностей йоги. Не таких, что вы видите сейчас в Калифорнии. Кто-то делает так, кто-то эдак. Очень глубокие и точные знания. Это все равно, что медицина сегодня. 25 лет назад, если вы хотели проверить здоровье, вам нужен был только один терапевт. Сегодня для каждой части тела есть свой специалист. Несколько лет назад у меня была травма колена. Когда я играл в футбол, в колене произошла какая-то травма. Но у меня уже было назначено выступление. И я выступил. Вот как я начал играть в гольф. Из-за травмы колена. Этин человек подарил мне набор для гольфа и сказал, «Садгуру, вы слишком стары для других игр. Играйте в гольф». Так вот, я выступал в Атланте. И вдруг меня охватила такая боль, я даже пошевелиться не мог. После того, как я закончил говорить, один человек в зале поднял руку. Я попросил передать ему микрофон. Я думал, он хочет задать вопрос, но он сказал, «Садгуру, я хотел бы посмотреть ваше колено после окончания мероприятия. Я врач, моя специализация о колене». Я сказал, «Да ладно, может, вы ортопед?» «Нет, я врач по коленям». Тогда я спросил, «По правым или по левым?» Какое из коленей в вашей специализации? Так что специализация развивается. Со временем, возможно, через 50 лет, если вам нужно будет пройти обследование, вам придется пройти 100 врачей. И к тому моменту, как вы закончите со всеми осмотрами, возможно, вам уже понадобится похоронный агент. В таком случае, это уже просто нелепо. Сходили к трем врачам, хорошо. Сходили к пяти, ладно. Но если для медицинского осмотра нужно 50 или 100, это уже просто нелепо, не так ли? Это же произошло и с югической системой. Люди начали разделять специализации на все более и более маленькие области. Каждая специализация стала целым направлением сама по себе. Недавно ко мне подходил один стоматолог. Я не хочу, конечно, сказать... Для примера возьмем стоматологию. Всего 32 зуба. Да? На стоматолога учится 9 лет. 32 зуба? И после 9 лет обучения у них все равно нет полного знания о предмете. Такова природа мироздания. Если начать изучать каждый зуб по отдельности, то станет ясно, что каждый зуб уникален. Можно посвятить всю жизнь изучению только одного зуба. только представьте, что понадобится 32 стоматолога, чтобы посмотреть в ваш рот. Это никуда не годится. Не так ли? И так происходит специализация. Но после определенного момента это становится просто нелепо. Так произошло и с йогой. Дошло до того, что существовало 1800 разных направлений йоги. В это время Патанджали собрал все эти знания и объединил в йога-сутры, чтобы выразить все в сжатой форме. Время Гаутамы было уже после Патанджали, но все равно оставалось много разных направлений. И он ходил от школы к школе. И он ходил от школы к школе. Он испытал 8 разных форм самады. Мы говорим о самаде. Он испытал 8 разных форм самады. Каждая из них была прекрасным опытом, но ни одна так и не дала ему освобождение. И вот в таком состоянии он жил как самана. Существует определенная система практики, которая называется самана. Их основной практикой было никогда не просить еду. Нельзя искать для себя еду, потому что они хотели победить основной инстинкт выживания. Что бы ни происходило, человек всегда ищет себя пропитание. Пожалуйста, поймите это. Можно маскировать это под самыми разными разговорами и терминами. Все эти разговоры про мировую экономику, но основной смысл остается один — только выживание. Мы превозносим его, но все равно это лишь выживание. Так что для них основной садыны было никогда не следовать своему инстинкту выживания. Просто продолжать идти. Так что саманы просто шли. Они никогда не просили еду, но тогда культура была чувствительной. Если кто-то видел, что идет духовный человек, то готовили еду, бежали за ним и подавали ему еду, где бы он ни находился, потому что люди знали, что сам он не попросит еду. Если вы станете саманой сегодня, вас ждет верная смерть. В те дни люди были чувствительны к их садане и отзывались. Тогда по Индии ходили тысячи саман. Гаутама стал саманой. И даже если они не просят еду, люди ходят неподалеку от городов, чтобы кто-то мог подать им еду. Но Гаутама подошел к этому невероятно серьезно и просто шел. Он стал кожей до кости. Выглядел как скелет. Вот каким он стал. Однажды он подошел к реке, которая называется Ниранжина. К сожалению, этой реки уже нет. Река где-то 45-50 сантиметров в глубину с довольно сильным течением. Он начал переходить эту реку вброд. И когда он дошел до середины, то почувствовал, что у него не осталось энергии, чтобы сделать следующий шаг. Из воды торчала ветка дерева, и он схватился за нее. У него не было сил сделать следующий шаг. Но он был не из тех, кто сдается. Мы не знаем, как долго он держался за эту ветку. Люди говорят, что прошло очень много времени. Может, прошло две минуты. В таком ослабленном состоянии. Они две минуты могут ощущаться как много лет. И вот когда он держался за ветку. он вдруг осознал, «К чему я стремлюсь?» «К чему я стремлюсь?» Эта жизнь всегда присутствует. Все, что мне нужно сделать — просто избавиться от преград, которые не позволяют мне испытать это. Когда он осознал, что все находится внутри него, что искать нечего, внезапно у него появились силы для следующего шага и следующего. Он перешел реку и сел под тем самым деревом Бодхи, которое сейчас стало знаменитым, даже более знаменитым, чем сам Будда. Часть дерева, остаток или его отростки до сих пор существуют в Бодхайе. Он сел под деревом. Было то самое полнолуние, которое будет 10 мая. Он сел там с таким намерением. «Либо я увижу высшую природу своего существования сейчас, либо я умру сидеть здесь». Я не открою глаза, пока не познаю это. Как только он принял такое решение, потому что единственное препятствие — это отсутствие намерения. Каждую минуту ваши стремления меняются. Если вы отдаете себя полностью, сколько времени уйдет на то, чтобы познать то, что у вас внутри? Это должно произойти в одно мгновение, не так ли? Потому что не нужно преодолевать расстояние. Время имеет значение только если нужно преодолеть расстояние, не так ли? Если нет расстояния, если я спрошу вас, сколько времени у вас займет, чтобы сидеть тут? Вы уже сидите? Уже на месте. Для этого не нужно время. Так что вы уже живы. Чтобы осознать, не требуется время, потому что нет нужды что-то для этого делать. Когда он увидел это, он достиг просветления. Светила луна. Он ничего не ел уже много месяцев. Он не ел полноценно уже четыре года, за то время, что был саманой. С ним было где-то пять учеников. Они думали, что он настоящий йогин, потому что он не ел, был очень суров. Они заметили, что он в каком-то возвышенном состоянии. И увидели, что его лицо светится. Они стали ждать, пока он откроет глаза и начнет давать учения. Он открыл глаза, посмотрел на них, улыбнулся и сказал, «Давайте приготовим что-нибудь и поедим». Они полностью разочаровались в нем, решив, что он сошел с ума. Они шли за ним четыре года или восемь лет, когда он не мог предложить ничего, кроме страданий. А когда он достиг просветления, они ушли. Потому что они ожидали услышать что-то суровое. А он сказал, «Приготовьте что-нибудь, давайте поедим». Мы просто зря тратили время. В его жизни было много прекрасных историй. Однажды, уже после того, как он стал Буддой, он гулял вдоль берега реки и остановился, чтобы сесть под деревом. Не потому, что дерево — это лучшее место для отдыха. Ведь там вас могут поджидать муравьи. Но потому, что это было единственной недвижимостью в те времена. Еще не застроили зданиями все вокруг. Так что дерево было хорошим местом для отдыха. Вместо того, чтобы сидеть под палящим солнцем, он сел под деревом. Один ученый-астролог увидел след на берегу реки в Индии. Всегда мылись в реке. Эти реки сейчас истощаются. Об этом я расскажу позже. Люди всегда мылись в реке. Так что один астролог пришел искупаться в реке и увидел отпечаток. Есть целая наука, или лучше сказать наблюдение, когда по отпечатку ступни можно предсказать действия этого человека в будущем. И вот он увидел этот след и понял, что этот след принадлежит великому императору, который должен править миром. И ему стало интересно, почему такой человек оказался в таком глухом месте в джунглях. И он пошел по следам, думая, что встретит императора. Но он встретил монаха, Гаутему, сидящего под деревом. Он посмотрел на все это и решил, что либо его астрология сработала неправильно, либо его обманули, или у него какие-то видения. «Что здесь происходит?» Он подошел к Гаутему и спросил, «Кто ты?» Гаутема был в таком состоянии. Он ответил, «Я никто. Я вообще никто. Но у тебя ступня императора. Ты должен завоевать весь мир». Гаутема сказал, «Я это сделаю». Но не путем насилия. Есть два пути завоевания мира. Либо покорить, либо принять, присоединить. Да? Я могу захватить тебя, сковав цепями и заставив делать то, что я хочу. Или же я могу принять тебя как часть себя. Да? В обоих случаях что-то или кто-то станет твоим. Не так ли? Но если действовать насилием, это всегда будет вызывать проблемы. Если же принимать, это значительно улучшит жизнь. Он сказал, «Я император всего мира. Но ты монах, у тебя ничего нет. У меня ничего нет. И я никто. Вот почему все принадлежит мне». Даже математики учат вас, что ноль и бесконечность — это одно и то же. Да? Так что, если становишься ничем, это не значит, что ты бесполезен. Когда становишься ничем, это означает, что ты включаешь в себя все. Не так ли? Если являешься кем-то конкретным, значит, ты можешь быть только этим. Когда ты ничто, ты можешь быть таким, каким захочешь. Вот как устроена эта жизнь. Если ваша способность отзываться не ограничена, вы можете стать чем угодно в любой момент. не так ли? И Гаутама ответил, «Я повелитель всего мира, если говорить твоим языком. Но на самом деле я никто, потому что все принадлежит мне». если вы увидите, что ответственный за всё, тогда всё принадлежит вам. Не так ли? Как кто-то становится вашим? Из-за того, что вы завладеваете этим человеком или потому что берёте за него ответственность? Кто-то становится вашим, потому что вы берёте за этого человека ответственность, а не наоборот. Не так ли? Если подчинить кого-то силой, он никогда не будет принадлежать вам. Да или нет? Если силой кого-то заставить быть с вами, будет ли этот человек вашим? Такой человек никогда не станет вашим. Астролог сел и сказал, «Ты монах, у тебя ничего нет, и вдобавок к этому ты говоришь, что ты никто, и все принадлежит тебе. Как это понимать?» Гаотэма сказал, «Идем со мной. У меня есть для тебя предложение. Ты занят тем, что составляешь предсказания о жизни. У меня есть план». Почему вы делаете предсказания? Вы не способны составить и выполнить план, и поэтому занимаетесь составлением предсказаний. Если бы вы могли придумать план и выполнить его, стали бы вы полагаться на предсказания. Нет? Так что Гаотэма сказал, «Ты был занят составлением предсказаний. Теперь я здесь. У меня есть план. Я предлагаю тебе стать частью этого плана. Мы можем что-то сделать». Вы должны стать частью этого плана. И мы можем сделать что-то прекрасное. Этот мир, этот мир можно превратить в рай, если каждый из нас будет следовать такому плану. Не так ли? Да или нет? Вопрос только в том, между возможностью и реальностью существует дистанция. Достаточно ли у нас мужества и готовности пройти это расстояние? Вот и все. Да? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...